МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С приходом долгожданной жары резко увеличилось количество произошедших нечастных случаев на воде. О том, что чаще всего становятся причиной трагедии, в материале наших корреспондентов. Отметить успешную сдачу экзамена двое студентов в одного из гомельских вузов решили на пляже в урочище Шведская горка. Благо, погода в выходные располагала к отдыху на природе. Парни взяли с собой несколько бутылок пива. И это несмотря на то, что распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено. Выпив пиво, один из приятелей, уроженец Могилёва, решил окунуться. Через какое-то время он скрылся под водой и уже не выплыл. В ходе следствия установлено, что молодые парни распивали пиво, выпили около пяти литров, после чего одному из них захотелось искупаться в реке Сож. Последний пошел в воду и больше его никто не видел. Его одногруппник обратился в милицию, заявив о безвести пропавшем. И на следующий день целое молодого парня было обнаружено в реке Сож, в 50 метрах от пляжа, где они до этого распивали пиво. Тело 19-летнего парня доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Перед специалистами стояла задача подтвердить или опровергнуть версию несчастного случая, которая строилась на показаниях свидетелей. На теле погибшего были обнаружены телесные повреждения. Однако данные телесные повреждения причиной связи со смертью не состоят. Также был изъят биологический материал для проведения химических экспертиз, для установления количества телевого спирта в крови. Статистика, озвученная специалистами ОСВОДА, свидетельствует о том, что игнорирование правил поведения на воде в любое время года часто приводит к необратимым последствиям. С начала этого года в области уже утонуло 9 человек. Трое из них расстались жизнью в минувшие выходные. При этом гомельскими спасателями делается все возможное для предотвращения несчастных случаев. На сегодня уже спасено 7 человек. Предупреждено 1274 несчастных случая. Хотелось бы обратиться к жителям нашей области. Строго соблюдать правила поведения на воде. Не игнорировать эти правила. Потому что каждое нарушение может привести к внезапной, нештатной ситуации и к трагедии. Также соблюдать правила купания. Не входить в воду разгоряченном, в состоянии болезненном, ослабленном, что может привести к несчастью. Не употреблять спиртные напитки. Потому что это основная причина гибели людей. Большинство утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация на дорогах области по-прежнему остается достаточно напряженной. Практически ежедневно происходит ДТП, в которых люди гибнут и получают травмы различной степени тяжести. Кратко остановимся на наиболее серьезных дорожно-транспортных происшествиях прошедшей недели. Поздней ночью с пятницы на субботу два родных брата, жители деревни Карнолин Гомельского района, уже будучи изрядно навеселе, отправились в соседнюю деревню за добавкой. Навстречу им на личном автомобиле ехал работник долголесского лесничества. Столкновение оказалось внезапным для обеих сторон. На третьем километре автодорога Долголесия-Стукачевка 26-летний водитель, управляя автомобилем Кио-Рио, совершил наезд на 50-летнего пешехода, который двигался по левой стороне проезжей части навстречу движения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Световозвращающим элементом обозначен не был и предварительно на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье около восьми вечера вблизи деревни Сдудичи Светлогорского района водитель Ауди 80, житель этой же деревни, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Хонда Цивик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ауди А80 погиб на месте происшествия. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в апреле текущего года был лишен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения право управления на три года со штрафом. 20 июня Менчанин, двигаясь на Volkswagen Shuttle по автодороге Калинковича-Браген-Камарин в четырех километрах от деревни Гулевичи, Калинковичского района столкнулся с квадроциклом под управлением жителя деревни Пеница. 79-летний пенсионер, не имевший прав на управление автотехникой, погиб на месте. Такая статистика дорожно-транспортных происшествий не остается без внимания сотрудников ГАИ. В целях профилактики рейдовыми группами с участием специалистов межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска «Молния» постоянно осуществляются выезды в разные районы Гомельской области. Подробности одного из таких рейдов в следующем сюжете. Среди главных задач инспектирования – выявление пресечения преступлений и грубых нарушений правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Как показывает практика, самое частое нарушение со стороны первых – это превышение скорости, отсутствие права управления автомобилем, техосмотра или страховки. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 0,5 до 1 базовой величины. Такой лояльный штраф присуждается нарушителю только за мелкие правонарушения, как, например, незначительное превышение скорости. И только в случае, если за год – это первое такое нарушение. А вот управление незарегистрированным или непрошедшим техосмотр механическим транспортным средством будет стоить уже дороже. Предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере, если вы в течение последних 90 секунд данных месяцев не нарушали, значит, можете оплатить штраф в размере одной базовой величины. Еще более серьезным правонарушением на дороге, влекущим за собой в том числе и уголовное наказание, является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В Гомельской области только за пять месяцев этого года по вине пьяных за рулем произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли восемь и пострадали десять человек. Спиртные напитки вы употребляли сегодня? Вообще употребляли. Когда, во сколько, что употребляли? Ну, сейчас. Что вы говорите? Ну, больше. Вы имеете вообще водительское устремление или нет? Не, нет. Нет у вас водительского устремления? Нет, было. Лишены, да? Нет, не лишены. У мужчины не оказалось не только водительских прав, но и права собственности на автомобиль. При новой встрече госавтоинспектора с этим водителем в аналогичной ситуации проблемы могут быть не только у него. Сейчас я уведомление напишу, что если в полторном течение года вы совершите подобное правонарушение, аналогично, значит, в отношении вас будет возбуждено уголовное дело и конфискует автомобиль, независимо от формы и собственности. Вот об этом я вас предупреждаю. Водитель, задержанный в этот день в Ерёмино, от освидетельствования официально отказался, что, впрочем, говорит, скорее против него. Явные признаки алкогольного опьянения, то есть запах алкоголя, невнятная речь, невзущимая походка, значит, это его гражданское право отказаться от прохождения свидетельствования в основном порядке. Значит, за данное правонарушение, значит, автомобиль будет доставлен на шафтную стоянку. А ещё водителю под градусом грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на трёхлетний срок. Впрочем, как раз этого мужчина без прав и теперь уже без денег может не бояться. Среди остальных, остановленных в этот день для проверки водителей, всё же подавляющее большинство оказалось законопослушными гражданами, у которых и с документами всё в порядке, и с состоянием здоровья. Всего счастливого дороги вам! Великобреспубликанского конкурса «Лучший инспектор ДПС» на этот раз было традиционным командой из всех областей Беларуси, а также Российской Федерации. Серьёзную конкуренцию гомельской команде составили сборные Гродненской и Минской областей, которые в итоге всё же отстали и заняли второе и третье места. И, конечно, особенно порадовало первое место гомельчанина Сергея Бондаренко в личном зачёте. Кстати, в конкурсах профессионального мастерства Сергей участвует уже 10 лет. В копилке немало наград. Что лучше инспектор объясняет просто. Все нормативы таких соревнований взяты из жизни, поэтому готовится к конкурсу он каждый день на своём рабочем месте. Профессия в любом случае сложная. Она сложная тем, что, вы знаете, как стоматологов, так и сотрудников ГАИ мало кто любит. Хотя все, пускай открыто или даже не открыто на душе, понимают, что эта профессия нужна и без этой профессии никуда не деться. Эти соревнования завершились и ты уже начинаешь думать о новых соревнованиях, о новых стартах. Причём начинаешь думать не ближе, а уже сейчас начинаешь думать. Поэтому, опять-таки, для поддержания себя в форме, в тонусе и так далее. Ещё один сотрудник правоохранительных органов оказался отмеченным на этой неделе. В рамках Единого дня информирования в ОВД Гомельского облсполкома состоялась церемония вручения погон по случаю досрочного присвоения звания подполковника милиции майору милиции Дмитрию Лапицкому. Эта награда оказалась по-настоящему заслуженной. Совсем недавно Дмитрий победил в республиканском конкурсе лучший сотрудник подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Начальник ГУБЭП МВД Республики Беларусь полковник милиции Эдуард Никитин вручая награду отметил, что для него, как руководителя, серьёзные и ответственные службы всегда очень ценно, когда сотрудники постоянно самосовершенствуются и в этом вопросе достигают значимых результатов. Это тем более важно, что сегодня Дмитрий Лапицкий представляет мощный аналитический отдел, который при должной организации работы способен поднять результаты деятельности УБЭП на новый качественный уровень. Подразделение довольно молодое. Данное подразделение инициатором создания был начальник главного управления милиции Никитина Эдуард Анатольевича. Дело называется оперативное сопровождение государственных закупок. Это направление очень новое, интересное, но актуальное, потому что коррупционные проявления в данной сфере занимают первые места. Мы фактически осуществляем мониторинг закупок, у нас есть доступ к сети интернет, мы обеспечены материальными ресурсами для этих целей. Главное не лениться, стремиться что-то, ну и естественно где-то везение, чтобы понять, где там что-то есть, где чего-то нет. Блестящая реальная совместная операция была продемонстрирована в Светлогорском районе. Инспекторы областной, Гомельской и Светлогорской межрайонных инспекции охраны животного и растительного мира при поддержке ОМОНа задержали браконьера, гражданина России, ранее депортированного из нашей страны и судимого за кражу, разбой и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. В январе прошлого года его принудительно депортировали из Беларуси. До 15 января 2019 года возвращаться назад он не имел права. Однако мужчина незаконно пересек границу и поселился на острове, расположенном в водохранилище Светлогорского района. Сотрудников природоохранного ведомства вызвали местные сельчане. Они предположили, что некий турист занимается незаконным ловом рыбы. Водохранилище занимает более 1700 гектаров, на нем много маленьких островков, поэтому найти Робинзона было непросто. На вторые сутки проводимых мероприятий при выходе из водохранилища был задержан гражданин. В руках у гражданина имелся пакет, в котором находилась озерно-речная рыба общим весом 14 килограмм. Гражданин в ходе опроса пояснил, что осуществлял незаконную добычу озерно-речной рыбы с использованием запрещенных орудий рыболовства. Милиционеры Гомельщины продолжают бороться с незаконным оборотом некурительной табачной смеси на свай. С начала июня в области выявлено уже несколько случаев хранения этого вещества. Так, 7 июня в Мозере сотрудниками райотдела милиции по месту жительства 30-летней мазырянки изъят пакет с некурительным табачным изделием на свай общим весом более 2 килограммов. А уже через 5 дней в Гомеле по улице Карповича был задержан неработающий 21-летний местный житель, у которого в ходе личного обыска обнаружено и изъято 29 пакетов с некурительной табачной смесью и общим весом 720 граммов. Владелец на свай пояснил, что приобрел товар сугубо для личных в нужд. У сотрудников милиции на этот счет другое мнение. Они обоснованно полагают, что на свай предназначался для реализации в городе. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин или административный арест. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий в Гомельском регионе вместе с программой «Де-факто» и берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин